День Матери истекает из сегодняшнего, потому что если бы не было бы Дня Победы, многие из нас не стали бы матерями, не дали бы жизнь нашим детям, нашим внукам и нашим правнукам, и всем последующим поколениям. Так что это очень большой праздник, праздник со слезами на глазах, с радостью в сердце. И к этому дню приурочен также День Памяти всех евреев, я считаю, даже не евреев, которые погибли, неизвестно где похоронены, в день 9 мая их тоже поминают. Я начну свое выступление, стихотворение, которое называется «Зажгите поминальную звезду». Автор Михаил Розенштейн. Зажгите поминальную свечу. Обычный день неторопливо прожить. Мне что-то неспокойно. Я молчу, и медленный мороз ползет по коже. Я вспоминаю тех, кого не знал. В своей судьбе веселой и пустяшной Была война, и полночь, и вокзал, и поезда ревущие протяжно, И детский плач, и бесполезный вес, Баулы, чемоданы, и котомки. О, мой народ! Ты здесь сошелся весь. Вглядись в свои последние потемки. Свой страх и бред сквозь паровозный чад. Прислушивайся к тьме, и ты услышишь. И лай собак, и болтовню солдат, До ужаса похожую на идыш. А дальше будет мерный стук колес. Покатятся составы по планете. Твои глаза полны надежды, слез. Но все уже окончено на свете. Смотри, звезда, высокая горит. Измученные засыпают дети. Мой прадед начинает шахарит. Но все уже окончено на свете. Господь велик, велик и справедлив. Теплушки стали. Прибываем к лете. Мой прадед дочитает Марьев. И все уже окончено на свете. Зажгите поминальную свечу. Мне что-то неспокойно. Я молчу. Моя давно убитая родня Из тех вагонов смотрит на меня. Я думаю, что нет ни одного человека, который не затронут именно этим, этой памятью и этим стихотворением. И благодаря, конечно, тому, что война окончилась, все, кто не погиб тогда, мы все сумели как-то выжить. Несмотря на все, что пишет история, не только американская, сейчас и в России все перекручено вверх ногами, но была война и была победа. И будет она всегда великая наша победа. Эту песню пели на всех каналах все эти дни. Здесь петиция не поет, деревья не растут, и только мы плечом к плечу с простаям всем забыть. Горит и кружится планета над нашей Родиной Лады. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, и за ценой не постоит. Одна на всех, и за ценой не постоит. Нас ждет огонь смертельный, и веселый и силен он, а в нем ночью водит ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. И что ж по бою газ, звучит любой приказ, и почтожан сойдет с ума, разыскивая газ. Света, и красная токета, пьет куремет вне униками. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, и за ценой не постоит. Одна на всех, и за ценой не постоит. Нас ждет огонь смертельный, и все же бессилен он. Сомнение прочего будет ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. От Курской Орлана, война нас довела на, до самого вражеского ворота. От Курской Орлана, я буду вспомнить это, и не повериться самим. Отлично, шурку, получается одна победа. Одна на всех, и за ценой не постоит. Одна на всех, и мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь, смертельная И все-таки бессилено Сомнение прочь уходит ночь От деревьев Десятый наш писатый батальон Десятый наш писатый батальон Спасибо Еще одна песня О предвкушении победы Песня написана в 42-м году Из кинофильма «Актриса» Ночь темна, немедленно Десятый наш писатый батальон 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 Десятый наш писатый батальон